натюрморт на фоне пейзажа написан за 4 часа здесь использовано несколько новых действий которые мы никогда не делали допустим пейзаж позировал нам при заходе солнца и натюрморт был вписан в него как часть переднего плана второе присутствие человека на переднем плане обозначается написанием исполнением вот этого вот фарфора с узорами и конечно же этот фарфор не имеет права быть написан фотографически он расплавлен в этой пейзажной световоздушной среде посмотрите как мало идет дотрагивание пастозной кисти до чашечки фарфоровой и сравните как мы раньше писали эту фарфоровую чашечку да когда мы были в мастерской здесь этого нельзя делать здесь надо минимальными дотрагиваниями носка лезвия и пастозной кисти добиться тяжелого фарфорового предмета еще одно новшество всем командует небо небо над райном полоса земли за райном река все пропитана вот этим цветом голубая фц ультрамарин кобальт фиолетовый и этот цвет влияет на все предметы которые написаны на переднем плане вплоть до вот этих досок пляжных на которых стоит стол еще одно здесь есть главный цвет изумрудка вот этот главный цвет он является фоном или одеждой для главных героев а главные герои у нас это вот эти красные листики из которых заваривают чай ну конечно это женская территория все чашечки иньские женские с узорами и конечно женщины любят вкусный чай типа каркаде из листьев роз а это из других листьев сладкого такого куста растения и вот они главные герои красные листья расположились на абсолютно противоположной по цвету территории зеленой драпировки вот этот вот вот эта разница теплого красного и холодного зеленого и составляет главный акцент этой работы ну что еще конечно же последние мазочки постозные посвящены тому что солнце почти заходит и оставляет минимум солнечных пятен на фарфоре и на всех остальных предметах очень приятно писать пейзаж на фоне натюрморт на фоне пейзажа а а а а а